Кофе Получится достаточно длинный Потому что объемный Поэтому мы его разделим на две части Ссылочку я, конечно, прицеплю к каждому ролику Друг на друга И так немножко фактов Просто о кофе, которых, может быть, вы не знали И, собственно говоря, что подчеркнет смысл Почему сравнивать разные сорта кофе Основная масса сортов кофе Когда мы идем в магазины Это сорта Я имею в виду, если мы идем в любой Среднестатистический сетевой магазин Это сорта крупных брендов Будь то Яковс, будь то Мэрилд, будь то Паулик Будь то Чибо То есть чем они занимаются? Они занимаются тем, что с разных кофейных плантаций Собирают кофейные зерна Сушат, смешивают в определенных пропорциях И получают вот такие вот свои сорта Это, конечно, тоже очень важный труд И достаточно, скажем, такой весомый Потому что от правильной сушки кофе Зависит, собственно говоря, успех его производства Но в данном случае мы хотим больше уделить внимание тому, как выглядит кофе, который приходит с определенного региона Потому что от региона произрастания очень зависит вкус самого напитка Ну, начнем с того, что разделим, что в мире вообще существует два основных сорта Арабика и робуста Все остальное является производством скрещивания двух этих сортов Арабика занимает порядка 70% От общего вида, общего объема рынка робуста около 30% Но при этом робуста более легко выращиваем А арабика более сложно выращивание И вот сейчас мы плавно подходим ко второму моменту То, что для арабики температура должна колебаться от 15 до 25 градусов в день То есть, соответственно, мест при годах выращивания арабики на нашей планете не так-то много Это значит, должно что-то подниматься немножко в горы Или находиться в каком-то таком климате, где не будет перехлеста жары до 30 градусов И где никогда не будет падать ниже 15 А вот робуста в этом отношении, она более удобная для выращивания От 5 до 30 градусов у нее может колебаться Таким образом, робуста можно выращивать и в более жарком климате, где 30-ник бывает Ну, наверное, если там заскаживать 32-33, это ориентировочный, но все равно То есть, в климате, где 50 градусов, ее особо не повыращивать Далее, кофе любит влажный тропический климат И, соответственно, отсюда мы и видим регионы, где основные регионы поставщики кофе Это значит, район тропика Рака и Козерога Я поясню, это, собственно говоря, вокруг экватора места И, значит, получается, это Южная Америка, Бразилия, Колумбия Там еще получается, вот этот, в районе Падамского перешейка, оно тоже может расти Потом, значит, проводим мыслимую черту до Африки Мы видим, что на той стороне у нас находятся Кения, Танзания, Эфиопия Это те, которые достаточно знамениты на выращивании кофе А вообще Эфиопия считается чуть ли не родиной первого культивирования кофе Потому что где-то 700-800 лет назад в Эфиопии начались первые попытки использовать кофе в пищу, скажем так Да, именно в пищу, потому что еще не знали, как правильно пользоваться ягодами кофе И их начинали грызть просто Так как все равно ягоды содержат тонизирующий эффект кофеина То они, уже древние эфиопы, так скажем, сообразили, что ягода такой эффект приблизительно может дать Потом они научились их сушить, потом они научились их обжаривать И вот так постепенно, постепенно дошло до современного, известного нам напитка кофе И первая кофейня, известная, документированная уже коммерческая кофейня Появилась именно в Стамбуле, где-то 600 лет тому назад И потом она перекачала уже, перекочевала в Европу В 1630-е, 1640-е годы начали появляться кофейни в Европе Вот, значит, ну, собственно говоря, закончим с лирикой И перейдем уже больше к самой дегустации Значит, как я уже ранее говорил, большинство сортов, будь то яков, будь то мерил, будь то чипа Они не делят по стране происхождения А от страны происхождения, как утверждают знатоки Есть большая разница, и именно она дает свою нотку вкуса При условии, конечно, что производство кофе соблюдено со всеми технологиями Потому что при правильном хранении, к примеру, кофейные ягоды могут храниться до года До самой обжарки, да, то есть И они, ничего с ними не станется А вот неправильная обжарка убивает Уже отличительные нотки вкуса кофе И дает ему горчину И вот, значит, вот, чтобы вот это как И не буду показывать, какой фирмы это Пачка, да, так ни в коем случае не является рекламой Вот, собственно говоря, у нас указаны производители кофе В мире, да, то есть Основные Есть, конечно, и другие Мексика, Коста-Рика, Колумбия, Перу, Бразилия, Танзания, Кения, Эфиопия Вот это будет Йемен, это уже мы на Аравийский полуостров Индия И вот Индонезия И Папуа-Новая Гвинея Конечно, есть еще другие Но это вот как бы основные Если вы посмотрите Вот, вот о чем я говорил Тропики Рак и Козерога Вот здесь будет где-то район экватора И вот все это расположено вокруг Причем Соответственно, в этих странах находится климат Который более подходит для выращивания О чем я говорил, упирается практически везде Есть горы, к примеру, в той же самой Индонезии Да, во многих местах для кофе просто тупо жарко Да, то есть А вот, к примеру, Кения считается чуть ли не элитным местом Для производства кофе на африканском континенте Ну вот, ну и сейчас, значит, мы Посмотрим, кто у нас тут Есть Значит, разные сорта Значит, это кофе с Доминиканы Вот тут не указано А, нет, Доминикана была указана Никарагуя, Доминикана пропустил Значит, кофе с Папуа-Новой Гвинеи Мы специально брали поменьше, да, чтобы, ну куда аж столько Из Йемена И это именно Вот эти какао, то есть кофейные бобы, они должны И Бали, остров Бали На острове Бали Посмотрим Будет ли как чесни у шнура Что на острове Бали Нас с тобой обманули Вот, и попробуем как раз сравнить Ну, первое, то есть, если по вкусу Вот По запаху Вот самый такой Самый резкий Это вот Йемен получается По запаху Доминикана самый мягкий Да Вот так вот этот выглядит резкостью запаха Сразу эти два Эти два Такие, ну, средний Такой резкий запах А этот вот самый такой Запах Нежный Ну и, соответственно, если посмотреть То есть, получается, что Йемен у нас Так вот Я, опять же, не хочу лезть В кучу информации Потому что каждый будет Если читать Все напишут, что там В нем есть куча Как говорится, ноток Всяких всевозможных Но так Чисто географически Йемен Это самая пустынная Самая жаркая страна Из всех, да То есть, и в Папуае И в Набали И в Доминикане Влажность есть Но там все-таки более такой Гропический климат Йемен Он более пустынный Но там, правда, есть горы То есть, в горах Есть свой свой климат Собственно говоря О чем говорить Сейчас мы перейдем К приготовлению Самого продукта Сразу же говорю Что у нас достаточно Хорошая кофемашина То есть, опять же Часто, вот тоже Как говорят На что упирают специалисты Это у вас не так Кофемашина у вас не так Ну вот посмотрим Мы по чуть-чуть По чуть-чуть Причем после каждой Его промоем После каждой чашечки И вот посмотрим Что из этого хорошего Получится То есть, сравним Их с разницей И попробуем Действительно ли Настолько чувствуется Разница с кофе Который мы употребляем В повседневности Ну а бонусом Ко всему Мы еще Попробуем Протестировать Один из видов Кофейных извращений Финский вариант Кофе Кофе с сыром Кофейных извращений Кофейных извращений Кофейных извращений Кофейных извращений Кофейных извращений Кофейных извращений